Казанская улица «Восход» одна из объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги». Здесь на протяжении полутора километров обновляют дорожные покрытия и тротуары, оборудуют парковки и остановки общественного транспорта, а еще меняют наружное освещение. В столице республики по национальному проекту работы по обновлению развернулись на шести улицах. Адреса выбрали с учетом ряда факторов. Это дороги, где ходит и общественный транспорт, где износ достаточно большой, либо где-то требуется приведение до нормативов безопасности. То есть каждый объект выбирался, исходя из множества критерий, то есть самые наиболее требующие ремонта. Сейчас в Казани находится большинство выявленных в республике мест концентрации ДТП. Это 68 участков. Аварии наезды на пешеходов происходят и на трассах, и на улицах крупных городов. Такие места обезопасят. К примеру, на трассе Челны-Альметьевск установят металлические барьеры. По каждому из этих участков будут проведены определенные согласованные с ГИБДД мероприятия. На федеральных трассах есть участок концентрации ДТП, там где идет превышение скорости. То есть понятно, что это оборудование отдельных снижений скоростного режима. На региональных дорогах это есть где-то малые радиусы поворота, где разрешен обгон, поэтому там будет выполнена горизонтальная дорожная разметка. Общая протяженность дорог Татарстана, где в этом году по национальному проекту пройдут работы, более 90 километров. Из бюджетов разного уровня выделено более 60 миллиардов рублей. Как отмечают в Миндор-Трансе республики, внешние факторы на график работ не повлияли. Вопрос импортозамещения, роста стоимости материалов, то все эти вопросы сегодня на федеральном уровне отрегулированы. Простоев сегодня на объектах из-за отсутствия поломок техники или материалов, то есть вот именно такого нет. Сегодня все работы не идут в графике. Татарстанцы по-разному отзываются о качестве ремонта дорог. В некоторых районах, где дороги прокладывают, они держатся годами. Допустим, вот у меня в деревне, в Знакайевском районе, там уже дорогу держится 5 лет. А здесь на год максимум продерживается. Вот из-за этого я и недоволен этим только. В сравнении с Россией по всей, то относительно здесь лучше гораздо. Качество желало бы лучше, потому что через полгода, год колея опять на дорогах становится. Как объясняют специалисты, они находят новые способы, как сделать дороги более долговечными и уберечь их от колеи. Начинается третий год. Все объекты, которые, ну основные направления в городе Казани, Челнов, Нижнекамска, то есть мы используем уже более износостойкие смеси. Но, к сожалению, проблема, она не решена еще до конца. Асфальтобетон, там гранитный щебень, да, и работает победитовый наконечник, это шип на колесе автомобиля. На скорости 70 км, 80 км в час колесо работает как фреза. То есть там, где нет высокой интенсивности, где нет скоростей, да, если вот, например, центр города, да, там, где вот нет больших скоростей, там нет и колейности тоже. По национальному проекту безопасной и качественной дороги к концу 2024 года более половины трасс регионального значения и 85% дорог городских агломераций должны быть приведены к нормативным требованиям. Сейчас Татарстан вплотную приблизился к этим показателям. Дмитрий Иринин, Данил Филатов, ТНВ, Казань.